Для вручения приза жюри за лучший неигровой фильм на сцену приглашается член жюри, лауреат премии правительства Российской Федерации, писатель Владислав Атрошенко. Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, дорогие друзья, слова «неигровой фильм» вовсе не означают «не художественный», так же, как в литературе слова «non-фикшн» вовсе не означают произведение, лишенное замысла, завязки, развязки, сюжета и поэзии. Так вот, может быть, даже в неигровом фильме создать художественную ткань, работая исключительно с реальностью и устраняя свой собственный вымысел, подчас сложнее даже, чем в игровом фильме. Герой этого фильма как будто бы поэт Бродский. Но я говорю «как будто бы», потому что здесь есть много героев. О Бродском снято множество документальных фильмов. О нем есть масса воспоминаний. Но вот взглянуть на поэта с совершенно другого ракурса, который и неожиданен, и сделан так, что мы видим драму, драму памяти, драму истории, человеческую драму. И видим, как режиссер прожил целый огромный отрезок жизни со своими героями, проник в эту реальность и на основе реальности создал совершенно художественное полотно. Но это, конечно, уникально, и мы единодушно присудили приз за лучшее неигровое кино. Это фильм «Земля Иосифа», режиссер Павел Медведев, фильм о поэте Иосифе Бродском с формулировкой «За проникновенную художественную работу с реальностью». На сцену приглашается режиссер фильма Павел Медведев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое, друзья, за столь высокую оценку. И спасибо организаторам этого замечательного фестиваля и, разумеется, большому жюри. Позвольте, я представлю нашу скромную, часть нашей скромной группы съемочной. В первую очередь я хотел бы сказать спасибо Артему Игнатову, кинооператору, замечательному оператору. Потому что мы вместе с ним проживали, вы прекрасно все сказали, проживали вот те удивительные моменты. И пытались из этой, казалось бы, обыденной реальности создать поэтическое произведение. Благодаря именно его заслугам зритель видит все то, что происходит. Я просто постарался облечь это в них, конечно, более художественную форму. И в любом случае это, конечно, и заслуга Артема Игнатова. И позвольте еще представить Елену Сергеевну Некрасову. Она помогала нам через краунфандинг. Это такая есть программа сбора народных средств на завершение картины. Если бы не ее поддержка и не ее талант, мы бы не смогли бы по финансовым причинам завершить проект так быстро, как планировалось. Еще раз спасибо большое. Большое спасибо за эти слова. Поздравляем еще раз заслуженной наградой. Для вручения приза жюри за лучшие...